ребята всем привет это опять мы не часто выходим в эфир но мне достаточно часто задают вопрос о том как поживают наши коровки очень всем интересно выросли выросли ли мурашка как она себя чувствует поэтому сейчас мы вместе с вами дойдем до коровника я вам их покажу немножко про них расскажу вы их посмотрите и все сами увидите у меня уже прям вопросами завалил секунду мы идем дается сейчас у нас мы дается идет о неизменная моя тропа до коровника сейчас уже у нас сентябрь холодает георгинчики мои уже вот отцветают красотень моя кроме георгинов я в общем-то никаких цветов особо не сажаю только немножко если гладиолосов ну и чуть-чуть роз их обычно почему-то дарят считаю что роза сажать нужно я считаю что уже сажать георгин это мои любимые цветы немножко похвастаюсь своей красотой много так то в общем то мы потихонечку живем поживаем особо у нас ничего не изменилось единственный момент мы ушли с работы и решили что будем больше уделять времени хозяйству потому что и работа и хозяйство практически несовместимы но может быть и ты совместим но это очень тяжело по крайней мере вдвоем с двумя детьми и то и другое тяжело поэтому сейчас мы направляем свои силы на развитие хозяйства многие видели предыдущем ролике что я начала делать колбаску самую разную коты вот колбаску самую разную ну там немножко молочной продукции вот сейчас мы будем развиваться как бы в этом направлении так дошли до девчонок дошли до девчонок вот он объект вожделения наших подписчиков ноги очень интересуются как поживает наша мурашка потому что так сложилось что во многих предыдущих роликах я не показывала то ей у нас уже полтора года до вот мы ее покрыли в этом году уже то есть она уже подросла мы ее уже покрыли для тех кто помнит она у нас на половину джерсейка вот это мама ее ромаша наша да ромаш что тут такое ну-ка так давай обслюняв мне камеру ага да сейчас ромаш будем доить с тобой вот а это мураша вот нас я не помню рассказывал или нет но так вкратце я хочу себе корову джерсейской породы но они мне нравится визуально и по продуктивности мне породы это нравится они поменьше размером у них жирное молоко джерсей вот но джерсейская корова стоит очень дорого порядка 300 350 тысяч рублей нам такое конечно не потянуть вот и поэтому пошли другим путем мы покрыли нашу ромашу нашу ромашу покрыли джерсейским семенем искусственно приезжал к нам ассиминатор да покрыл ее вот у нас прошлом году родилась мурашка в этом году мы мурашку она наполовину получается джерсейка в этом году мы ее опять покрыли джерсейским семенем другим уже другого быка вот следующая у нас девочка будет уже на 75 процентов ну и потом уже почти 100 так что мы пошли длинным путем до в любом случае какая бы порода ни была мы их очень любим очень любим да вот так что у нас мурашу будете лица весной кого на принесет мы пока не знаем а так она на самом деле вредная девка на бадучие бадучие да если вот будешь с кем-то разговаривать например вот так руку положишь она тебе вот на перила на тебя обязательно рогами прям бум да не любит она когда к ней пристают вот папу она нашего любит я к ней стоило даже не всегда захожу прям побаиваюсь если честно потому что может она рогами стукнуть а вот а папа нашего она уважает любит и его не трогает поэтому у нас если что-то стоили надо там забрать что-то убрать что-то что у тебя там чешется вот стоило у нас ходит папа да вот это ромаша в этом году мы тоже ее покрыли телилась она у нас трижды в следующем году будет до четвертый раз будет у нас телиться в этом году она нам принесла девочку пойдем еще хрюшек посмотрим и надо сходить за тыквой за тыквой я в этом году в огороде в общем-то ничего не сажаю не сажала только кабачки и тыкву и немножко помидорные там вам раз отдала вот с чем это связано народ нас весь зарос времени на него нет вот с чем это связано три года я сажала пыталась аппарат сажала выращивала рассаду сажала поливала полола в общем как все сумасшедшие огородники но в конце как бы в итоге я поняла что это дело в общем-то бесполезно почему потому что вот и сажаешь стараешься бегаешь поливаешь переживаешь потом все это дело собираешь консервируешь варишь а мои потом хоп ой фу а мы это не будем вот поэтому в этом году я посадил только тыкву с кабачками для ромашки мурашки и хрюшек и цветы и сказала едите вы все так вот у меня тыковка для ромашки для ромашки с кабачками в этом году мы пролетели пролетели почему вот там у меня было две кучи с кабачками насаженными здесь была куча и он сейчас уже все в траве и у нас был сильный очень ураган и у свиней упала вот там загородка забор снесло его ураганом забор старый он упал и свиньи соответственно все мне сожрали вот осталось тут что-то каких-то полтора листочка торчит тыква только бачок в общем практически ничего не осталось были густые очень заросли но свиньи все за два дня пока мы тут ловились и сожрали вот поэтому я сохранилась только то что-то у меня было посажено высоких грядках вот этих у меня сохранилась то что было земле посажено они все перетоптали вытоптали и съели вот значит теперь еще по поводу свиньи хотел сказать мы решили что свиней мы будем продавать или резать если того не продадим вот сейчас иду иду не мочи будем продавать или резать почему в прошлом позапрошлом году мы свиньи продавали поросят вообще у меня как бы задача хрюшек хрюшки на продажу поросят дошла хрюшки мои на продажу поросят в прошлом позапрошлом году поросят хорошо разбирали хорошо разбирали в этом году поросят очень плохо идут и мы решили что нам не выгодно их кормить всю зиму вот и будем от них избавляться вдруг если кому-то надо нас вот есть на продажу вот хряк серенький за него мы хотим 4000 рублей и две девчонки на мясо вот эту толстую толстую я хочу за нее 7000 и вот эта мамка которая у нас поросилась за не хочу 6 она худенькая поросятки и пососали хорошо вот а там адама не кроется но зато сало в ней ну в общем примерно до середины октября мое предложение действительно если кому-то надо пишите мне можно в контакте можно здесь на ю тубе вот и еще у нас осталось две девочки вот полторы тысячи их продаю и почти три с половиной месяца вот осталось две девчонки остальных продали вот так что такие дела сено в этом году мы заготовили еще хочу показать вот рулоны здесь вот здесь вот рулоны вот и еще часть рулонов мы не привезли там порядка 15 штук у нас там вот там вот на поле на том еще их нужно привести нам их знакомых мы покосили одолжили косилку мы покосили нам знакомых рулоны закатом вот и по поводу сена хочу еще сказать все мои знакомые которые занимаются сеном по тем или иным причинам говорят что рулоны лучше всего хранить ненакрытыми потому что если их накрыть они начинают брить очень сильно если рулоны лежат ненакрыты они сверху естественно чернеют подпревают но внутри рулон хорошем состоянии у меня даже один знакомый хранит просто в поле то есть он их катает бросает в поле они там лежат всю зиму чернеют а весной приезжает забирает когда снег стаивает он приезжает их увозит часть рулона верхнего идет на подстилку или выкидывает а внутри хороший зеленый сено вот поэтому мы тоже решили что мы не будем его накрывать судя по опыту скажем так наших наших друзей знакомых вот единственно что мы их маленько конечно приподняли от земли здесь как бы легко сделано просто блоки не видно ну собственно в общем вот видно блоки на блоках вот так лежат палки как рельсы и как бы как по рельсам их вот так на эти палки закатываем чтобы они были приподняты над землей по хорошему конечно понятно что нужен сенник ну как всегда то понос то опороз времени нет то еще что-нибудь вот дальше по птице еще хотел сказать по птице мы не стали больше заводить индюков решили что пока мы к этому не готовы были у нас перепела их мы тоже убрали вот но в этом году мы выращивали бройлеров да иду иду подождите вот как мама ходит тут трендит а жрать не дает значит здесь у меня в этом загоне не не мясные не не мясные яйца надо скорее его хватать ой как грязно господи так вот здесь у меня шелковые наверху поскольку все помнят мои видеоролики о том что у нас тут просто жесткая ситуация с лисой все куры у меня сидят закрытые на улицу никто не ходит сюда я им приношу травку кормушку поилку они все гуляют здесь на улице я их не упускаю может быть конечно это с моей стороны не очень хорошо но другой стороны лучше уж здесь чем у лисы вот и пойдемте я вам сейчас еще бройлер покажу как всегда хотел про одну корову рассказать одно с другой за 5 10 цепляется и понеслось так про бройлеров значит в этом году мы вырастили 4 party бройлеров мы брали коп 500 яйцом захватывали в инкубатор оставляли себе порядка там 30 штук остальных цыплят продавали остальных цыплят продавали выращивали бройлер из бройлеров мы делали и делаем очень вкусные колбаски для жарки тоненькие такие знаете как вот рекламируют шпалейки что ли они так называются так посмотрим на самом деле бройлеры это владение нашего папы я туда вообще нос не свою ничего там делать я считаю что чем-то одним должен взиматься кем-то одним он хотел бройлеров он их завел поэтому я даже не знаю что мы сейчас там с вами увидим если честно есть не хожу посмотрим вот это кросс коп 500 им сейчас два с половиной месяца вчера мы резали вчера мы резали друзей на продажу тушка примерно было кило 600 кило 700 естественно есть покрупнее есть помельче растут они не все равномерно вот но чем мне нравится бройлеры то есть сначала вырастают петухи и вот они крупнее девочки меньше то есть пока ты ешь петухов подрастают девчонки не все разом они здоровые вырастают и где-то у меня тут еще шелковые цыплят бегают вот этим товарищем на улицу выход открыт там как бы загородка они там гуляют надо же закрывать вот это последняя партия в этом году это папа ванне пищите папа придет покормит это последняя партия в этом году больше мы зиму бройлеров набрать не будем потому что обогрев кормежка но получается овчинка выделки не стоит выходит дорого обогрев кормежка очень дорогая будет тушка на продажу вот ну вот такие в общем то у нас дела в остальном у нас все по старому потихонечку ковыряемся занимаемся вот пошла да и девчонок а то там уже ор и крик ну так вот вроде поживаем если какие-то у вас вопросы возникнут пишите в ниже комментариях постараюсь на них ответить вот все ребятки всем пока